Во время войны Михаил Иванович Буркин командовал 52-м минно-торпедным полком авиационной дивизии ВВС. Герой Советского Союза произвел 138 боевых вылетов, уничтожил завод и портовые сооружения в корейских городах, а также вывел из строя железнодорожный мост. В 1945 году по указу Верховного Совета СССР ему вручили орден Ленина и медали «Золотая звезда» за проявленные мужество и героизм. Сегодня в память о Михаиле Ивановиче на доме, где он жил, открыли мемориальную доску. В торжественной церемонии участвовала глава города Элина Лапушкина и сын Михаила Буркина. Он поделился воспоминаниями о своем отце. Как человек добрый, справедливый, старался делать для людей хорошо. И многие говорят, что на него обижаться нельзя. Старался для всех. Еще одну доску открыли в память о Дмитрии Голосове. Он командовал краснознаменной стрелковой дивизией 60-й армии Центрального фронта. Его солдаты участвовали в освобождении Курска в 1943 году. Его внучатая племянница Ольга Кекина возложила цветы к мемориальному комплексу. Сегодняшний день надо помнить и нельзя переписывать историю. Потому что это мы все знаем со слов тех, кто воевал. Новые мемориальные доски героям Советского Союза устанавливают по проекту «Память героев». Его инициаторами являются представители городской администрации и участники Совета ветеранов. Я думаю, что наше молодое поколение должно знать своих героев и помнить, потому что они живут именно в героическом городе. Я думаю, что город Самара, он получит знак трудовой должности. В этом году в Самаре планируют установить еще два десятка досок в память о героях войны. Работа в этом направлении продолжается. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.